МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите программу Законодателя. Меня зовут Татьяна Молокова. Здравствуйте. Сегодня расскажем, как принимали и обсуждали бюджет на 23-й и плановый период 24-го и 25-го годов. В первом чтении бюджет рассмотрели еще на сессии 17-го ноября. В повестке дня было 11 вопросов, но обсуждение как раз первого о главном финансовом документе затянулось и вышло за рамки регламента. Поскольку все депутаты хотели высказаться, да и доклад министра финансов Михаила Назарякова вышел масштабным и большим. В первом чтении определяются основные направления, куда будут направлены средства и как будет пополняться бюджет. Основные параметры бюджета, которые утверждают в первом чтении, депутаты обсуждали и на заседаниях комитетов парламента, и на расширенном правительстве. Открывая сессию, спикер парламента Леонид Черкесов обратился к коллегам. Он отметил, что задача на сегодня – выполнение всех социальных обязательств перед жителями республики и финансовое обеспечение всех социально значимых проектов. Адаптация экономики региона к новым реалиям способствует работе по реализации крупных проектов, частных технопарков, развитии другой инфраструктуры. Здесь принятие на федеральном уровне решение о создании на территории города Новочебоксарска особой экономической зоны. Скажите, пожалуйста, какие налоговые преференции будут установлены для организации резидентов этой особой экономической зоны? Есть уже льготы, установленные на федеральном уровне. Это в части освобождения на 10 лет налога на имущество и на 5 лет налога на землю. Но на сегодняшний день поставлена задача нам совместно с Минэкономразвития подготовить изменения в наш закон, где предусмотреть льготы, ну, мы предполагаем, по транспортному налогу и налогу на прибыль. Предполагается, что льготы по одним налогам принесут прибыль по другим. Общий объем доходов республиканского бюджета на 23-й год оценивается в 80 миллиардов рублей. А это больше первоначального плана текущего года на целых 20%. И доходы определяют финансирование расходов, социальные обязательства, программы, инвестиционные проекты. На региональные проекты соответствующих национальных проектов в консолидированном бюджете Чувашской республики на 19-й и 25-й год предусмотрено 77,5 миллиардов рублей. А на плановую трехлетку 23-го и 25-го годов 30,4 миллиарда рублей. Коммунист Данилов, обсуждая направление бюджета, как будто бы перечитал выступление Ленина на 10-м съезде ПКПБ о начале новой экономической политики. Государственная поддержка сегодня оказывается не только крупным предприятиям и инвесторам, которые приходят в Чувашию, но также малому и среднему бизнесу. Поддержка малого и среднего бизнеса в современных условиях является драйвером экономического роста. Внимание этому направлению стоит уделить еще больше. На обсуждении бюджета в первом чтении депутаты отмечали, что многие программы в 23-й год перешли с 22-го. Так, например, продолжается финансирование проектов здравоохранения и строительства. Как можно не поддержать бюджет? Если по статье детей-сирот 22-й год закрывается на плане 304 человека, я не беру даже во внимание рубли, не это, наверное, важно, то 23-й год и 315 человек. В 20,5 раза увеличены предусмотрены затраты на предоставление средств для многодетных семей с 5 и более детьми. Капитальное ремонт и благоустройство территории наших лечебных учреждений почти 500 миллионов рублей. 354 миллиона рубля будет направлено на медицинское оборудование. Но вот здесь, конечно, было бы пожелание все-таки эти аукционы проводить в начале года. Почему? Потому что мы все прекрасно понимаем, что много медицинской оборудования производится вне территории нашей страны. Сейчас логистические цепочки изменены. Практически все фракции поддержали бюджет. Константин Степанов, представляющий ЛДПР, предпочел воздержаться и дождаться второго чтения, чтобы оценить документ. На сегодняшний день фракция ЛДПР довольно многочисленна в своем составе и не может повлиять на процесс принятия бюджета, либо остановки процесса принятия бюджета для формирования согласительных комиссий. Поэтому мы свое мнение выразили. Будем надеяться, что это мнение будет услышано и мы увидим хоть какую-то реализацию, в том числе наших предложений и идей в ходе второго чтения бюджета, потому что первое чтение сегодняшнее – это только основные параметры бюджета. Поэтому посмотрим, а решение окончательно уже будем принимать во втором чтении. Депутаты приняли поправки в закон о дополнительных мерах государственной поддержки семей с детьми. Поправки разрешают направлять материнский капитал на обучение детей в частных центрах, у которых есть лицензия. А также утвердили бесплатное двухразовое питание детям военнослужащих-контрактников, отправленных на службу через военкомат республики и принимающих участие в специальной военной операции. 29 ноября на втором этапе сессии Государственный совет принял бюджет на 23-й и плановый период 24-го и 25-го годов. Как отметили на заседании, поправок к бюджету не поступило. Во втором чтении обсуждались конкретные проекты, которые будут финансироваться в 23-м году. Риски геополитической обстановки требуют обеспечить социальную стабильность. Собственные доходы на 2023 год оцениваются в объеме более 42 миллиардов рублей, 42 миллиарда 140 миллионов. Это больше на миллиард 315 миллионов или 3,2 процента уточненных показателей текущего 2022 года. К фактическим собственным доходам 2021 года рост составляет 16,1 процента. Безвозмездные поступления предусмотрены в бюджете в объеме 38 миллиардов рублей. В связи с теми санкциями, которые Запад на нашу страну накладывает, все думали, что бюджет будет такой, не совсем, скажем, народный. Но хочу подчеркнуть, что в нашем бюджете все социальные направления, которые положены, что федеральные, что республиканские, бюджете все заложено. Поэтому мы сегодня можем сказать, что бюджет социальной направленности. Несмотря на то, что большая часть средств направляется на эту сферу, выделяется жилье детям-сиротам, многодетным семьям, строятся ФАПы, дома культуры, школы, экономики и промышленности, тоже отведены немалые средства. На поддержку малого бизнеса направят более 500 миллионов рублей, на развитие технопарков полтора миллиарда, 142 миллиона на лизинг и закупку оборудования. В принятом бюджете доходы на 2023 год свыше 80 миллиардов рублей, расходы 83 миллиарда. Никогда ранее бюджет региона не достигал таких значений. Важно, что бюджет, он социально ориентированный. Более 62% статей – это социально ориентированные статьи. И его принятие ждут от нас, с вами, наши избиратели, наши граждане. И, безусловно, мы не можем голосовать против, потому что там как раз-то и выплаты, там и пенсии, и строительство школ, больниц, и поддержка пожилых. Там и выделение средств на закупку квартир для детей-сирот. Выделяются средства и на молодежную политику. Ежегодно возрастает роль молодежи в развитии нашей республики и страны в целом. К молодежи относятся не только студенты, но и работающая молодежь, молодые предприниматели, которым тоже необходим стимул оставаться в муниципалитетах Чувашской республики. 9,5 миллиардов направят на республиканскую адресную инвестиционную программу. Это позволит обеспечить строительство или реконструкцию 113 объектов и проектирование 27. По мнению фракции ЛДПР, некоторые статьи бюджета можно сократить и добавить в финансирование других направлений. При любом чтении бюджета, при главе Чувашской республики высказывал вопросы по ряду планируемых расходов. Вроде ремонта старого дома правительства более 280 миллионов рублей. Приобретение камер на дороге для сбора штрафов более 100 миллионов рублей. Я критиковал ранее и всегда буду против приобретения новых автомобилей представительского класса. Будет иная ситуация, будут деньги свободные, будут все довольны, пожалуйста. Отсутствие поддержки сферы перевозок, это на сегодняшний день для Чувашской республики и для города Чебоксары ошибка и провал. Это разрушает хоть какие-то результаты транспортной реформы. Направляются средства и муниципалитетам. Более двух миллиардов рублей получат города и районы республики на развитие и реализацию многих проектов. Любой бюджет можно подвергнуть критике. Наша фракция голосует за данный проект бюджета. Бюджет при втором чтении по закону принимают постатейно. В итоге 17 статей приняли большинством голосов. Один запутат против. Бюджет принят. Главный финансовый документ определяет наше финансовое обеспечение развития. Мы видим, что многие объекты, которые будут финансироваться с федеральным бюджетом, здесь будут найдены софинансирования. И, конечно же, мы понимаем, что в достаточном количестве чуть более трех миллиардов и резервный фонд на непредвиденные обстоятельства. Это важно. Конечно же, хочется больше. Но вот что позволяет бюджет, мы на это будем выделять средства. В рамках сессии прошел и правительственный час. Депутаты заслушали доклад о газификации газоснабжения в Чувашии. Павел Данилов отметил, что в рамках программ построены внутрипоселковые газопроводы в пяти из шести населенных пунктов Азоволжья. До 2025 года сети построят в Батаревском и Яльчикском районах. В рейтинге субъектов России республика делит первое и второе место среди 89 регионов страны. Жители республики активно пользуются программой господдержки на возмещение затрат при покупке газового оборудования. Наступил декабрь, и в это время принято подводить итоги. Мы попросили руководителей фракции Государственного совета рассказать, чем он запомнился о уходящий год. Подводим итоги работы нашей партии, регионального отделения партии пенсионеров. Что можно сказать? Есть положительные результаты нашей деятельности. Могу сказать, что участвуя в выборах в этом году муниципальных, мы добились того, что есть у нас кандидат, который выиграл в муниципальных выборах. У нас и фракции Государственного совета Чувашской республики, где мы плотно работаем при принятии законов и другими партиями, для того, чтобы эти законы в действительности могли влиять положительно на жителей нашей республики. Ежедневно мы принимаем на общественные приемные граждан по разным вопросам. Хочу сказать, что у нас в этом году количество членов партии выросло. Вступают в партии как молодые, так и люди старшего поколения. Мы очень активно участвуем в принятии тех законов, которые в действительности влияют на жизнь людей. Наша фракция «Справедливая Россия» в государстве Чувашской республики прежде всего направляет свои усилия на законотворческую деятельность. Конечно, сейчас у нас сложный период специальной военной операции, поэтому законодательные инициативы, которые мы предлагаем, они связаны именно с этим событием, с этой ситуацией. Прежде всего мы явились инициаторами того, чтобы из республиканского бюджета воинам, которые находятся на передовой, в том случае, если с ними случилась беда, выплатилось дополнительно 1 миллион рублей, дополнительно к тому, что выделяется из федеральных средств. Ну и, конечно, хотелось бы сказать, что мы уже неоднократно вносим законы о предоставлении льгот для военнослужащих, которые имеют машины, значит, до 150 лошадиных сил у них моторы, чтобы они платили в половину налог на автотранспорт. Также мы внесли законопроект о том, что если у тебя электромобиль, то тоже, значит, налог на автомобильный транспорт снижается в половину и так далее, и так далее. Мы считаем, что именно эта деятельность депутата является самой важной, и она в итоге приведет в социально-психологической нормальной обстановке внутри в нашей стране в период специальной военной операции. Из итогов года я бы выделил три основных момента. Первый момент – это решение нашего президента о проведении специальной военной операции. И это решение поддержало и поддерживает всецело наша партия. Более того, на сегодня мы в Чувашском морескоме КПРФ наладили сбор необходимой помощи для наших бойцов, для наших мобилизованных ребят. И при сборе этой помощи потом ее доставляем в указанные точки. Второй момент – это, безусловно, сбор урожая, потому что в этом году мы превысили показатели последних лет, и валовый сбор зерна превысил миллион тонн. И нужно сказать, что валовый сбор масленичных культур, картофеля, свеклы также по итогам нынешнего года больше предыдущих. И третий момент – это принятие республиканского бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. Самое главное, что этот бюджет социально ориентированный. Поэтому я думаю, что все вот эти моменты, они важны для нашей фракции КПРФ в Государственном Совете Чувашской Республики. И самое главное, что сегодня мы для достижения всех тех результатов, которые поставил глава нашей республики, мы должны работать совместно и командно. В этом году был поддержан и принят ряд важных законопроектов, благодаря которым были введены новые дополнительные меры поддержки. Для семей малоимущих, многодетных, для детей войны, для детей-сирот и для семей мобилизованных. Мною за этот год было активно поддержано развитие такого спорта, как карате в Чувашской Республике. В рамках развития образования мною были проведены круглые столы с коллективами районных школ для решения текущих вопросов. Совместно с Комитетом по социальной политике и национальным вопросам мы выезжали в клинические базы для решения вопроса практической подготовки студентов-медиков. Совместно с другими депутатами мы наблюдаем и контролируем ход капитального ремонта образовательных организаций. И также ведем активную работу с Уполномоченным по правам ребенка и детским технопарком «Кванториум». Ежегодно возрастает роль молодежи в развитии Чувашской Республики и страны в целом. Я участвую в работе со специалистами из муниципалитетов по работе с молодежной политикой. У нас идет активная коммуникация с такими движениями, как РСО, РДШ. Мы активно работаем с Центром молодежных инициатив и вузами Чувашской Республики. В 2022 году была запущена программа молодежного предпринимательства «Я в деле». И также в 2022 году начала свою работу молодежная палата при Государственном Совете Чувашской Республики. ЛДПР в текущем году, в 2022, внесла в Государственный Совет Чувашской Республики инициативы федеральному законодательству. Мы внесли проект закона о поддержке семей, имеющих детей, к 1 сентября. То есть это разовые выплаты перед 1 сентября ежегодно всем тем, у кого есть дети. Мы внесли проект закона о поддержке граждан, которые ухаживают за своими родственниками или за даже посторонними людьми по определенному договору, которые старше 80 лет либо являются инвалидами первой и второй группы. То есть сейчас та сумма, которую граждане получают, к сожалению, не имеет ничего общего с действительностью и не покрывает никаких расходов. Там сумма, по-моему, в 1200 рублей. Вот мы эту сумму предложили сделать около 20 тысяч рублей. Ну и одно из последних наших предложений – это был полный запрет на спам-рассылки посредством телефонных СМС и телефонных звонков жителям Российской Федерации и в том числе и жителям Чувашской Республики. Работа фракции «Единой России» в Государственном Совете Чувашской Республики в этом году была связана с рядом важных законопроектов. В частности, мы преобразовали муниципальные районы в муниципальные округа и тем самым провели реформу муниципальной власти. Теперь практически во всех округах избраны депутаты. И, конечно же, это позволяет сэкономить ресурсы муниципальной власти, более оперативно реагировать на те запросы, которые существуют в наших муниципальных округах. Ну и, безусловно, это консолидация бюджета муниципальных округов. Следующим важным законопроектом на протяжении текущего года это было формирование и осуществление нашего бюджета Чувашской Республики. В результате, по итогам нескольких вносимых изменений, расходная часть бюджета Чувашской Республики в 2022 году составила более 82 миллиардов рублей. Помимо этого, интересным и важным законопроектом было обеспечение наших кадетов, которые учатся в Павловском кадетском корпусе имени Героя Советского Союза Кочетова, полным обмундированием, питанием и другим довольствием. Таким образом, в настоящее время полностью бюджет Чувашской Республики взял на себя обеспечение наших кадетов. Это была программа «Законодатели». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин